Братья и сестры, всех приветствую! И всех друзей наших, всех, кто с нами в эфире. Прошлое воскресенье у нас было избрание на дьяконское служение братьев. И мне сегодня хотелось перед нашей молитвой одну мысль сказать для всех нас. Как мы реагируем, когда Бог призывает нас на какое-то дело? Мы будем читать Евангелие Луки и посмотрим, как мы слушаем, отвечаем и доверяем в нашей жизни. Для нас, кто в служении, это по-особому звучит. Как мы реагируем, когда нас призывают на какое-то дело? Что ты делаешь? Как относишься, когда Господь что-то делает в твоей жизни? Знаете, мы можем найти очень много других мест, но это по-особому оно описано для нас. Евангелие Луки, 5 глава, с 1 стиха и ниже. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Давайте остановимся на этом месте и на этих стихах посмотрим и представим себе, где это происходило. Иисус находится на берегу Генесарецкого озера. Кто никогда там не был, не может себе представить. Это не столь крутые, но и не столь пологие берега. Это озеро, похожее в виде чаши. Он стоял на берегу озера и учил толпу людей. Люди стояли к нему лицом, он стоял к людям спиной. Лицом из к озеру он стоял спиной. И толпа его теснила ближе к воде. Знаете, я думаю, что для проповедника намного легче проповедовать, когда люди как-то сидят ближе, когда можно видеть в лицо, смотреть, но почему-то, если нас даже будет совсем мало в церкви, то все равно мы сядем на последний ряд. Но не так было на берегу Галилейского озера. Не так было тогда, когда Христос учил народ, который приближался к нему. Выглядело так, как будто церковь была полная, когда его теснили, и не было свободных мест. Я думаю, что для всякого проповедника приятно тогда, когда его желают слушать, когда его теснят. И вот там, на берегу озера Галилейского, у Христа была проблема. Его давили со всех сторон. Народ его теснил. И когда уже некуда было ему отступать, он вошел в одну из лодок, которая принадлежала Петру, так написано, и попросил отплыть его, ну, немного, может быть, от берега. Он сел в лодку, так написано, и учил людей из лодки. И это было очень даже разумно в тот момент, потому что толпа, естественно, остановится, когда она подойдет к воде. И, возможно, Иисус попросил Петра, рыбака, отплыть немного. И тогда, когда толпа остановится, и ты останови свою лодку. То есть остановись так, чтобы можно было говорить людям, чтобы люди могли слышать Его. Знаете, во многих местах Библии мы находим, что Иисус не был таким принципиальным или таким твердым, несгибающимся, в том, как учить людей. Он сидит в лодке, мы видим, а люди стоят и слушают Его на берегу. Он учил в разных местах. Знаете, мы, люди, мы не как Иисус, мы бываем порой твердые, несгибающиеся. Знаете, мы придерживаемся каких-то принципов своих, может быть, постановлений, правил, решений. Может быть, порой, знаете, нам кажется, что кафедра должна быть только вот здесь или только вот там, определенных размеров. Или, может быть, вообще не должно быть кафедры, человек может просто свободным. То есть, это мы, но Христос не был таким. Иисус в Галилее учит в синагоге. Мы читаем в Евангелии Луки 4 глава. В Иудее Он учит в храме. Мы находим это в Матфея 24 главе. Иногда Его кафедрой просто были горы, холмы, там, где Он ходил и проповедовал, говорил людям о Боге. Мы читаем это в Евангелии Матфея 5 глава. Иисус находится в доме, иногда в пустыне. Матфея 8 глава. Иногда Он проповедует на кладбище. Иисус не был таким, друзья, как мы, чтобы учить народ, чтобы учить людей. Мне бы хотелось посмотреть, чему учат нас вот эти три стиха из этого повествования. Я думаю, что это важно как для меня, так и для тебя, кто слушает сегодня. Если мы слушаем Иисуса, Он будет учить нас. Прежде чем я начну что-то делать, прежде чем я выйду учить этот мир, я буду слушать моего Учителя. Потому что это должно быть важно для тебя и для меня сегодня. Слушать, что говорит мой Учитель. Посмотрите 4 стих. Когда он перестал учить толпу, он обратился к Петру и попросил отплыть на глубину и закинуть сеть для лова. Я вижу здесь, знаете, Петра внутри возмущенного. Петр как бы возмутился и сказал, Христос, Учитель, то есть Он говорит, Учитель, а мы ловили всю ночь. Мы ловили всю ночь и ничего не поймали. Знаете, такая прекрасная иллюстрация. Это такие слова. Ловили всю ночь и ничего не поймали. Знаете, я знаю своих друзей, рыбаков, которые иногда, бывает, идут ловить рыбу и возвращаются ни с чем. Христос говорит Петру, отплыви на глубину, мы будем ловить рыбу. Знаете, со стороны, если посмотреть, то выглядит так. Перед Петром стоит сын плотника, Учитель, который говорит профессиональному рыбаку, как ловить рыбу. Я думаю, что Христос сказал, знаешь, Петр, я хочу, чтобы ты мне был, ну, как бы послушный, доверял мне. Я знаю, что я делаю. Давай заплывем на глубину и закинем сети. А Петр, я думаю, говорит, Учитель, ты не понимаешь, это уже утро. Ты, возможно, спал всю ночь, потому что ты не рыбак. Мы совсем другого рода люди. Мы ловили всю ночь и ничего не поймали. Когда мы были там, в Израиле, говорят, что и сегодня люди так же ловят, закидывая ночью сети на этом озере. Ну, мы видим совсем другую картину. Петр говорит, хорошо, ну, уважаю тебя, как плотника, сделаю, как ты просишь. Но мы профессионалы, мы рыбаки. И мы ловили и не поймали ничего. Знаете, обратите внимание, что Иисус в этом случае, ну, не отступил. Как бы назад он, ну, сказал, сказал бы, ну, хорошо, Петр, нет, так нет. Мы видим, Христос не отступил. Знаете, и это урок для нас. Урок для нас. Если в первых трех стихах, которые мы прочитали, Христос учит нас, то вот в этих четвертом и в пятом, если мы будем доверять Ему, Он расширит наши пределы. Он расширяет наши возможности. Вы помните, тот, кто читает Библию, молитва Иовиса, которая записана в первой книге Паралипоменом, четвертой главе, в десятом стихе, вообще вот этой главе, там интересно то, что там 425 имен, которые просто перечисляются, никакого объяснения не дано. И вдруг на странице мы находим вот этот молитву Иовиса, который обращается к Богу, говорит, ой, если бы ты размножил или расширил мои пределы. Люди сегодня молятся этой молитвой, обращаются к Богу. И Иовис получил то, что просил у Бога. То есть Господь благословил его и размножил, и расширил его пределы. Я думаю, что если мы слушаем Иисуса, Он учит нас. Когда мы слушаем Его, Он учит нас. И если мы доверяем Ему, Он умножит наши желания и расширит наши пределы, наши возможности. Иисус делает это не потому, что мы хорошие, Он делает это потому, что это связано с нашей верой, потому что Он знает, что сделать лучше для тебя и для меня. Иисус говорит Петру, Петр, отплыви на глубину и закинь сети. Поэтому, если мы доверяем Иисусу, Он увеличит, Господь, наши возможности, те, которые мы хотим, чтобы были. Он умножит то, что мы не видим. Мы понимаем, конечно, Петра. Он говорит, что по слову твоему, это не мое желание, но я по слову твоему забросим сети. Конечно, учитель, ты не знаешь, что говоришь. Знаете, ты просишь не о том, потому что ты не знаешь. Мы ловили всю ночь, мы закидывали сети, мы ничего не поймали, но по слову твоему мы закинем. Знаете, может быть, Петр как-то пытался объяснить, может быть, так было уже не один раз, и мы ничего не видим, и в этот утренний час, что какая-то есть перспектива, возможность для лова, но хорошо, я буду послушный. Вот это ответ Петра. И когда он это сделал, когда он послушался, написано, они поймали огромное число рыбы. было столько рыбы, что эту рыбу невозможно было вместить в сети. Она стала выпрыгивать из лодки, она была везде. Что для этого, что это говорит о нам сегодня, дорогие друзья? если мы будем слушать его, он научит нас. Если мы будем доверять ему, он умножит, он расширит наши пределы, наши возможности. Если мы будем послушны, когда Господь нас просит, он благословит нас. что мы видим? Во-первых, они ловили всю ночь и ничего не поймали. И вдруг такое огромное число, что Петр еще себе такого не мог и представить и никогда, может быть, не видел в своей жизни. Рыба была везде, она выпрыгивала из лодки, она выпрыгивала из сетей, сети прорывались, нужна была помощь. Знаете, и это не случилось от знания и умения Петра как рыбака-профессионала. Не от этого. Это случилось, потому что он послушался. Это случилось от послушания. Посмотрите, чтобы Бог благословил нас, нужно немного. Нужно маленькое послушание Богу. Если Бог желает умножить наши пределы и сделать нас тверже в нашем деле, в нашем пути, это случится не в результате нашего умения или желания что-то делать, а исключительно при послушании Господу. Поэтому, если мы послушны у Иисуса, Он благословит нас. Посмотрите на стих седьмой и восьмой. Когда все это увидел Петр, он упал к ногам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». грешный, в этот момент Иисус говорит ему Петру, Петр, отныне будешь ловить человеков, отныне будешь ловить людей. Друзья, мы должны посмотреть, как реагирует Петр вот в этой ситуации. Я думаю, что Петр может быть как-то, знаете, по-человечески, я не думаю, что что-то произойдет, но, учитель, я буду верен тебе и послушен тебе, я сделаю как ты хочешь. И когда это случилось, и случилось, что Петру такого никогда и не снилось, и в этом результате Петр упадает к ногам Иисуса Христа, понимает, кто он. Знаете, сегодня в современных церквах мы редко очень видим вот эту картину, когда люди падают пред Господом. сегодня чаще мы видим в современных церквах люди даже не встают для молитвы, люди остаются сидеть на своих лавках. Знаете, поклонение перед Богом, оно всегда люди падали, всегда падали ниц перед ним, мы видим и юноша, который приходил ко Христу, он пал перед ним, то есть это в нас должно быть внутри склониться перед Богом в нашем смирении. И это учит нас, если мы падаем перед Ним, Он дает нам поручение. И тогда мы сделаем больше, чем мы можем сделать, и что мы делаем сегодня. Господь поручает нам, Господь говорит Петру, ты будешь отныне ловить людей. Знаете, хотелось бы обратить внимание, что прежде чем мы получим от Него то, что Он обещает, мы должны слушать Его, мы должны доверять Ему, мы должны послушаться, когда Он нас просит, и, естественно, мы должны поклониться Господу. И когда мы слушаем, Он учит нас. Когда мы доверяем, Он умножает наши пределы, Он расширяет наши возможности, когда мы послушны, Он благословляет нас. И когда мы смиряемся перед Ним и склоняемся перед Ним, Он поручает нам дело, которое Он хочет, чтобы мы делали. Иисус говорит Петру, отныне будешь ловить людей. Знаете, это все не потому, что Петр поймал много рыбы, а потому, что он послушался Его и поклонился Ему. Чему учит нас это? Я думаю, что быть на позиции благословения и ждать этого благословения. Еще один момент хотелось посмотреть, интересный момент. Петр говорит, выйди от меня Господи. Куда выйди? Они находятся на середине озера Галилейского, на глубине. Знаете, для Петра было все равно куда. Ему было стыдно, когда он увидел себя и сравнил себя рыбака с учителем, который учил народ. Знаете, в глазах Божьих цена тогда, когда мы себя сравниваем со Христом. Мы себя сравниваем со Христом. Не тогда, когда мы сравниваем себя с апостолом Павлом, с Аполлосом, с Тимофеем и с кем угодно. Бог никогда не будет нас сравнивать с кем-то в своей святости. только будет сравнивать нам исключительно с Сыном Своим Господом Иисусом Христом. Вот Господь, а вот Ты. Помните, как сказал Иов в 42-й главе мы читаем 5-6 стихи. Иов говорит, я слухом ухо слышал о тебе раньше, а теперь глаза мои видят тебя, я полагаю на уста руку свою, чтобы молчать. А помните, как сказал Исайя в 6-й глава 5-й стих, когда он говорит, глаза мои видели Господа, я погиб, я грешный человек. Я думаю, что правило служителя Божия это зайти в лодку и делать то, что учитель скажет. И быть на позиции вот этого благословения и ждать благословений от Господа. Еще хотелось одно важное обратить внимание наше в этом повествовании, это стих 11-й «Когда они приплыли к берегу, он оставил все и последовал за Иисусом, Петр». Знаете, Петр был рыбаком. Это было чем он занимался, чтобы кормить свою семью. Это было то, что он должен был передать своим детям. и он оставляет все и пошел за Иисусом. И евангелист Матфеев 4-й главе пишет больше, что он оставил отца в лодке и последовал за Христом. Знаете, проблема в нашем времени это то, что мы хотим иметь благословение, но не хотим быть послушными ему. Мы хотим иметь благословение в жизни своем во всех отношениях, но не хотим быть даже маленько иногда послушными Господу. Перед молитвой мне хотелось снова задать этот вопрос, который вы слышали в самом начале. Как мы реагируем, когда Бог призывает нас на какое-то дело? Пусть Господь благословит нас размышлять об этом. Помолимся. Аминь.